Одно из ключевых событий в рамках года педагога и наставника состоялось в центре Лапландия. Там подвели итоги конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования. Победители-призеры получили премию правительства Мурманской области из рук губернатора. «Сердце отдаю детям» — так называется конкурс профмастерства для педагогов и наставников в сфере дополнительного образования, церемония закрытия регионального этапа которого состоялась в центре Лапландия. В конкурсе приняли участие 40 специалистов со всего региона. Все они ранее — призеры и победители муниципальных этапов конкурса. Чтобы показать свои умения и навыки, продемонстрировать свои сильные стороны, педагоги соревнуются в различных видах испытаний. У нас было много этапов конкурса. Первый этап — это было педагогическое послание педагогическому сообществу. Также у нас был мастер-класс, затем у нас была командная работа, решение педагогических ситуаций, и уже сегодня на финале у нас был деловой разговор. По словам членов жюри, роль таких учителей важна и цена. Ведь они помогают детям быстрее найти свой профиль, оттачивать то, что хорошо получается, но для чего в школе, к примеру, совсем нет времени. Отдельно здорово то, что у нас замечательные педагоги. Замечательные педагоги, вот вы видели, это настоящие, это там светлые лица, горящие глаза. Это те, кто очень профессионально занимается нашими детишками. И мы, конечно, делаем все, чтобы их поддержать, начиная от той поддержки тех грантов, которые мы даем, заканчивая новой инфраструктурой и возможностью реализовать себя. 20 финалистов конкурса получили премии по 20 тысяч рублей. Призеры конкурса – преподаватель детской музыкальной школы из Заозерска Никита Семагин. И тренер юношеской спортивной школы Вячеслав Бурцев – премии в размере 100 тысяч рублей. Я не могу сказать, что я искал время, потому что мне это безумно нравится, правда. То есть я все в свободное время трачу на постоянное самообразование. А безапелляционную победу одержала Евгения Жеребцова, педагог дополнительного образования Центра Лапландия. За свой труд она получила 250 тысяч рублей. Преподает Евгения в Лапландии уже более 8 лет. Победители-призеры испытания представят регион на заключительном этапе Всероссийского конкурса, который состоится в Санкт-Петербурге.